Производство российских автомобилей Aorus запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге до конца текущего года. Об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Мантуров. Предприятие начнет выпускать новые линейки машин бизнес-класса совместно с зарубежным партнером. Она будет представлена как минимум четырьмя моделями автомобилей в более доступном ценовом сегменте. Ожидается, что эти отечественные легковушки будут востребованы у представителей госкомпаний, госслужащих и широкого круга потребителей, ранее покупавших транспортные средства западных брендов. Напомню, что Aorus – это линейка представительских машин, созданная в 2013 году по заказу Минпромторга. На автомобиле этой марки ездит президент России Владимир Путин. Петербург вошел в группу А по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников. Анализ, который ежегодно проводится Минфином, в очередной раз подтвердил стабильное присутствие северной столицы в топе регионов с очень высоким уровнем финансовой прозрачности. С 1993 года город активно работает над повышением доступности бюджетной информации. Первым среди субъектов страны выпустил брошюры об основных параметрах доходов и расходов казны. Сейчас для жителей проводятся публичные слушания, а электронная информация доступна на портале «Открытый бюджет». В прошлом году была запущена серия лекций по финансовой грамотности для лиц старшего возраста. На базе районных библиотек участники обсуждают особенности городского бюджета, личное финансовое планирование и методы защиты от мошенников. Завершился сбор предложений по темам для Петербургского международного экономического форума 2024. Поступило рекордное количество идей – 2087. Это на 65% больше, чем год назад. Они касаются вопросов сохранения населения, создания комфортной и безопасной среды для жизни, эффективному труду и успешному предпринимательству, цифровой трансформации, возможностям для самореализации и развития талантов. Как отметили организаторы, многие авторы неоднократно участвовали в сборе тем для проекта и в этом году вновь пришли со своими предложениями. Сформировалась постоянно действующая команда активистов. Из 1047 участников 25 человек по итогам отбора будут приглашены на мероприятие. Добавлю также, что Петербург активно готовится к проведению международного экономического форума, деловую программу города, утвердят до 20 мая. Объем выданных потребительских кредитов физическим лицам в марте 2024 в Петербурге превысил 98 миллиардов рублей и стал рекордным за последние три года. Такие данные приводит Центробанк. В январе наблюдался традиционный сезонный спад, но в феврале и марте объем выдачи вновь начал расти. Всего за первый квартал этого года жители оформили таких займов на сумму, превышающую 252 миллиарда рублей. Это на 26% больше, чем в январе и марте 2023 года. Большую долю в потребительских кредитах сегодня занимают автокредиты. И тут у нас есть совершенно объективные факторы. Это эффект отложенного спроса. То есть несколько лет подряд люди по разным причинам не приобретали автомобили. И сейчас они поняли, что дальше откладывать покупку нет возможности. И даже несмотря на высокие, действительно очень высокие процентные ставки по кредитам, в том числе и по автомобильным. Добавлю, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост по количеству выданных автокредитов в марте составил 85,7%. Объем выдачи увеличился в два раза. Другие статьи расходов, на которые петербуржцы активно брали ссуды в банках, это ремонт и путешествия. Далее расскажем о том, как проходит в Петербурге модернизация центра занятости населения. Напомню, эта программа стартовала в прошлом году по всей стране в рамках национального проекта «Демография». Службы занятости меняются визуально и функционально. В нашем городе акцент сделали на развитии проектной деятельности. Это позволяет компаниям с минимальными затратами находить сотрудников под конкретную бизнес-задачу. Подробнее о новом сервисе в сюжете Анастасия Лакман. Это один из самых оживленных отделов Петербургского водоканала – ситуационный центр. Иными словами, горячая линия, где каждый день принимают сотни звонков от горожан. На том конце провода даже не догадываются, что каждый второй оператор здесь имеет инвалидность. Например, Нина Иванова по образованию ветеринар, но от любимой профессии отказалась из-за серьезной операции на позвоночнике. Говорит, найти сидячую работу с ее диагнозом оказалось непросто. В водоканале предложили не только удобный формат, но и достойную зарплату от 50 тысяч, а самое главное – возможность помогать людям. «Не сразу посадили на отвечать на телефон. Сначала было обучение, сначала все рассказали, объяснили, потому что по образованию очень далеко от водоканала. Все было связано с водоотведением, с водоснабжением. Работаю уже пять месяцев. Работа очень нравится, очень интересна». Нина и 16 ее коллег с ограниченными возможностями нашли работу благодаря участию водоканала в новом проекте службы занятости Петербурга. И хоть запрос у организации был нестандартный, полностью сформировать штат удалось примерно за полгода. Новые сотрудники работают эффективно. Среднее время ожидания на линии сократилось с 5 минут до 40 секунд, а количество пропущенных звонков уменьшилось в 5 раз. Итого работодатель повысил производительность труда, минимизировал расходы на поиск, найм и адаптацию работников, а еще выполнил квоту на трудоустройство людей с инвалидностью. Напомним, она, согласно закону, составляет до 4% от среднесписочной численности. «У кого-то со зрением проблемы, онкология есть, сахарный диабет. Вот два человека с позвоночниками на базе центра занятости. Данные коллеги были обучены навыкам телефонных переговоров. Был для них специально сформирован курс. После этого они уже знакомились с тонкостями инженерного искусства на рабочем месте». Служба занятости сегодня – это не просто биржа труда. Там создано 7 новых отделов, которые специализируются на поиске работников для основных отраслей экономики Петербурга. Логистики, благоустройство, энергетики, промышленности, фармацевтики. И все это в условиях низкой безработицы. По статистике число активных вакансий в центре занятости превышает 60 тысяч, а количество обратившихся соискателей – менее 14 тысяч. «Нам действительно сложно работать только с теми, кто у нас официально состоит на учете. Соответственно, мы все время в поисках внешних клиентов. Для этого мы работаем с вузами, с колледжами, в том числе на наших массовых мероприятиях, на которые мы сейчас все-таки больше привлекаем не тех людей, которые находятся без работы, а тех людей, кто хочет ее сменить». В рамках проектной деятельности специалисты создают пакетные решения для бизнеса. Для одних разрабатывают профили вакансий и карьерные мероприятия, для других – организуют обучение работников, с третьими планируют шаги для повышения производительности труда. Сотрудничают со всеми вне зависимости от масштаба фирмы. Говорят, главное – гибкость работодателя и его готовность к адаптации под рынок соискателя. Анастасия Лакман, Кирилл Максимов, Даниил Федельман, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». В завершении выпуска официальный курс валют на завтра. Китайский юань – 12,60 рубля, доллар – 91,12 рубля, евро – 98,31 рубля, грузинский лари – 34 рубля, одна копейка. Коллеги, на этом у меня все. Передаю вам слово спасибо. Об экономическом развитии нашего города рассказала Ольга Петрова. Ну а мы продолжаем. Продолжение следует...